В рамках второго этапа анкетирования волонтёры серебряного возраста опросили 845 пациентных медучреждений. Достижения есть, но всё же больше вопросов, над которыми ещё надо работать. Судя по тому, какое количество всё же обиженных здравоохранением есть у нас пациентов, рапортовать и говорить о каких-то победных реляциях ещё рано, мы в принципе в самом начале пути. Сейчас мы начинаем реализовывать второй наш проект, такой креативный городской проект «Я люблю Сочи», в рамках которого тоже найдётся место и для притворения вот этих наших планов, повышения благожелательности нашего учреждения к нашим пациентам. На сегодняшний день общая оценка сочинского здравоохранения 4,4 балла. Рейтинг доброжелательности явно повысился. Но чтобы добиться стопроцентной клиента ориентированности, местным больницам и поликлиникам ещё предстоит поработать. И дело не только в применении новых технологий, которыми оснащены все учреждения, отмечает мэр. Необходимо проявлять креативность, стремиться повышать квалификацию, не скупиться на внимание к пациентам, а главным врачам не отсиживаться в кабинетах и чаще общаться с людьми. Это оказался самый трудный проект, потому что поменять ментальность наших людей тяжелее, чем построить дороги. Власть готова стимулировать тех, кто готов работать по-новому. Сочинскому здравоохранению нужны только профессионалы, отмечает Анатолий Пахомов. Сколько мы квартир даём в медицине. И сейчас будем давать. На санаторной достраиваем дома, и наши там квартиры есть. Я сказал, что там врачи и учителя. И всё это делается только для того, чтобы приглашали на работу специалистов хороших, чтобы действительно наше здравоохранение, а это наша жизнь, это наше здоровье, оно было на высочайшем уровне. Медучреждение, оказавшееся по результатам первого анкетирования на нижней строчке рейтинга, снова заняло последнее место. Это Хостинская больница номер 3. Правда, на этот раз некоторые негативные отзывы пациентов устранены. Возможно, ситуация меняется и благодаря смене главного врача. Самый высокий рейтинг у стоматологической поликлиники номер один. Большое внимание пациентами снова было уделено условиям поликлиник и больниц. Много нареканий в адрес женской консультации на Чайковского. Скользкий пол и холодные сидения никак не сочетаются с подобным учреждением. На устранение данных замечаний глава города дал 10 дней. Тот же срок на организацию подъезда общественного транспорта к 3-й Хостинской больнице. Галина Моисеева, НГГ Беши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.